Амчам Албания Объединение в виртуальной среде – преимущество для компаний. Ситуация с пандемией и связанное с этим увеличение перехода на удаленную работу означает, что офис может быть где угодно. Сотрудники узнали, как использовать удаленную работу для общения в режиме реального времени и поддержания должностного уровня производительности. Виртуальные команды и удаленная работа дала некоторые положительные результаты, но есть и проблемы. Решение проблем и использование передового опыта в удаленной работе – вот вопросы, которые обсудили Аниса Абази и Роден Паджадж, эксперты Делоид. Группа людей, работающих из разных географических регионов и использующих технологии для общения и, как следствие, для достижения общей цели. Так, господин Паджадж определил виртуальную команду. Обращаясь к членам АмЧАМ, господин Паджадж объяснил, что есть несколько критических факторов в успехе виртуальной команды. Менеджерам необходимо проявлять осмотрительность при формировании штата сотрудников, которые постоянно общаются и строят последовательные отношения на основе заранее определенных правил. Менеджеры также должны быть деликатны и своевременно управлять конфликтами, возникающими в процессе работы. Говоря о лучших практиках организации работы с виртуальными командами, господин Паджадж и госпожа Абази объяснили, что основа стабильных отношений – это установление некоторых основных правил. Среди множества правил и протоколов, которые могут применяться к удаленной работе, эксперты упомянули установку четких графиков работы, использование правильных технологий, делегирование задач и т.д. Наличие точных определений ролей и обязанностей каждого сотрудника очень важно в управлении удаленной работой. Менеджеры должны четко определять задачи членов команды и контролировать работу для последующих действий. Для правильного управления компанией важно, чтобы лидер общался с командой и вселял уверенность сотрудникам в поставленных задачах. Для этого менеджерам необходимо сотрудничать с командой, поощрять членов команды к принятию необходимых рисков и обеспечивать открытое общение для обмена информацией между членами команды, что помогает в принятии качественных решений. Продолжение следует...